Начальник отделения дорожного надзора областного управления ГИБДД Дмитрий Кузнецов оценил качество уборки городских дорог. В рамках комиссии по безопасности при главе Азбестовского городского округа Дмитрий Кузнецов также встретился с представителями руководства соседних муниципалитетов и крупных предприятий грузоотправителей. Как заявил руководитель отделения дорожного надзора областного управления ГИБДД Дмитрий Кузнецов, в госавтоинспекции было инициировано рассмотрение вопроса безопасности дорожного движения в рамках трех городских округов, на уличной дорожной сети которых имеются системные нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов. В частности, фиксируются случаи, когда транспорт движется с грузом на 30-40% больше нормы. Основные нарушения допускаются водителями, перевозящие инертные материалы, добываемые на карьерах, щебень, песок отсев. На территории Азбестовского городского округа, проведенными внезапными проверками взаимодействия с весовым контролем, были выявлены грубейшие нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов. Составы транспортных средств допускали перевозку сыпучих грузов, весовые параметры которых достигали до 60-70 тонн, при максимально допустимом весе не более 44. Для транзитного грузового транспорта разрешено движение по улицам Плеханово и Промышленное. На территории Азбеста осуществляют грузоперевозку как местные предприятия, так и предприятия соседних муниципалитетов. Малышевское рудоуправление, птицефабрика Ревтинская, ООО «Теплит» и Сухоложский грузоперевозчик компании «Авангард». В результате перевозки грузов автомобильным транспортом с превышением массивных нагрузок, общей фактической массы, образуются колейность, просадки, выбоины и другие дефекты дорожного покрытия, угрожающие безопасность движения и усложняющие уровень содержания в соответствии с нормами по безопасности. Представитель Фореса заявил, что предприятий нет больше грузов и перевозкой занимается подрядчик. Компания «Авангард» в ходе заседания вспомнили и знаменитую бетонку, ведущую от железнодорожного переезда до путепровода. В 2017 году стоял вопрос закрытия этой дороги. Фактически живого места нет и, безусловно, «Стеллобит» принимает все необходимые меры для того, чтобы реанимировать содержание дороги. Но мы-то видим, что основная нагрузка все равно в первую очередь. Здесь кто проезжает? Проезжают машины предприятий Малышевского городского округа и Фореса. Я прошу обратить особое внимание на движение, пусть даже и наемного транспорта. Для нас это очень большая сложность. То есть, либо тогда обратить внимание и оказывать, соответственно, содействие муниципалитету в проведении соответствующих ремонтных работ. Также было отмечено, что в Азбестине заключен муниципальный контракт на уборку дорог. Неудовлетворительное состояние дорог было отмечено на улицах Павлова, Садовой, Королёва, 8 Марта и Калинина. Все обозначенные участки находятся в ведении муниципального предприятия управления заказчика. Руководитель отдела ЖКХ пояснила, что контракт будет заключен в феврале после завершения всех конкурсных работ. Текущее обслуживание территории в январе осуществляет предприятие «Стеллобит», с которым заключен договор на содержание дорог. В этом году мы заключаем даже не годовой муниципальный контракт, а только на обслуживание фактически первого полугодия. Потому что оставшиеся средства в рамках целевого использования мы направляем на капитальный ремонт проспекта Ленина и делаем соответствующие перерасчеты после проведенного капитального ремонта. Дмитрий Кузнецов рекомендовал городским властям рассмотреть возможность заключения муниципальных контрактов на трехлетний период. Также он обратил внимание на неудовлетворительное состояние дорог, ведущих от стеллы в направлении поселка Белокаменной и улицы Промышленной. Есть колейность, есть дефекты, есть отсутствующие поврежденные элементы дорог, элементы ограждения. Установлены дорожные знаки ограничения скоростного режима, неровная дорога. На сегодняшний день, даже по итогам совещания, которое проводил министр транспорта, нам не удалось совместно решить вопрос, чтобы получить даже временные, даже бэушные барьерные ограждения для того, чтобы закрыть открытые участки и говорить о безопасности дорожного движения, мы, к сожалению, на этих дорогах не можем. Наибольшую беспокойность у госавтоинспекции вызвал как раз мост над железнодорожными путями, ведущий к улице Промышленной дороги, известной под названием Бетонка. В свое время объект был принят от комбината «Урал-Азбест» без экспертных технических заключений. За всю практику существования данного объекта, как такового, фактически отсутствует профессиональное или экспертное обследование данных участков. А при такой нагрузке, как мы видим, 50 машин в сутки, минимальной бы, я сказала, нагрузки, конечно, конструкции требуют более тщательного обследования. Кроме того, обе указанные дороги не попали в приоритетные направления, определенные в бюджете на 2018 год. В ходе совещания было принято решение в течение года подготовить проектно-сметную документацию на ремонт наиболее опасного участка и обратиться в областное правительство за поддержкой. Обслуживающим организациям было дано поручение уделить особое внимание содержанию этого объекта, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости ТВ.